всем привет дорогие друзья с вами я джама сегодня у нас с вами такая домашняя обстановочка в общем все как всегда мой канал домашний самый лучший все исходит вот отсюда вот короче я очень долгое время думала стоит ли мне монтировать это видео выпускать его в принципе но в конечном счете я пришла к такому мнению что это видео посещается одному из главных событий в моей жизни на данный момент и не рассказать не поделиться об этом событии было бы наверное не справедливо по отношению к вам так как вы мои зрители мои подписчики и основном я рассказываю о своей жизни вот поэтому надеюсь что это видео все-таки выйдет вы обязательно вы посмотрите напишите комментарий поставить лайк вот это видео посвящается тому как я кончила школу как это происходило что в общем во всех подробностях и во всех деталях сегодня вы узнаете как прошел мой выпускной вечер на самом деле я думала снять вам влог какой снимался на последнем звонке но на последнем звонке влог снимался не от моего лица от лица моей подруги и мне кажется получилось тоже довольно таки интересно и классно если вы заценили это видео обязательно переходите смотрите его если не смотрели а если смотрели напишите в комментариях как вам вообще формат таких видео не от моего лица а от моих друзей вот собственно говоря я планировала снять такой милый классный влог с выпускного я его начала снимать но к сожалению когда происходит что очень важное в моей жизни я забываю вообще про телефоны про то что не существует и на тот момент я забыла про то что я блогер потому что я снимаю видео я всегда себя называю недоблогером потому что каких-то важных интересных событиях которые можно было бы транслировать и показывать вам я почему-то забываю о том что у меня есть телефон о том что я могу взять его о том что я могу снять для вас видео вот и на выпускном произошло то же самое то есть когда непосредственно мы уже приехали на площадь и все это происходило я забыла вообще про то что я снимаю выпускной влог и вообще ничего не сняла то есть там нет ни от моего лица нет кого-либо еще есть красивые всякие нарезанные видюсечки которые возможно я вставлю но собственно говоря суть не в этом это видео получится сборным о том как я готовилась к выпускному начиналось это все еще с мая месяца расскажу там как я выбирала себе платье как это происходило поэтому погнали уже второй раз итак ребята платье я все-таки шила нашла я модель этого прекрасного платья у итальянского дизайнера через страничку я обязательно отмечу не безумно понравился цвет в принципе фасон и я решила воплотить свою маленькую такую мечту в реале я считаю что идея шить платье была самой лучшей о чем я вообще ни разу не пожалела плюс того чтобы шить платье во-первых заключается в том что это индивидуально все делается по вашим меркам в любом случае должно сидеть на вас идеально а во-вторых конечно же это стопроцентный эксклюзив который вероятнее всего повторить будет очень при очень сложно в общем да туфли аксессуары и так далее я тоже выбрала очень при очень быстро в том же у нашего же дизайнера да у него представлены модели туфли и так далее туфлей я поступаю в институт вот и собственно говоря я подобрала себе там туфли они безумно понравились но я не учла один факт что мне не будет удобно во первых платье было очень тяжелое потому что ткань была сама по себе тяжелая жаркий был ужасно жаркий день я не учла тот факт что на тонкой такой подошве мне будет немножко неудобно вот поэтому девочки совет номер два обязательно учитывайте тот факт что вам обязательно нужно и на ноги что-то удобное по крайней мере хотя бы смену потому что все это торжество длилось на площади довольно таки долго и мы собственно говоря устали точнее я у меня просто вот ноги я думала я никогда в жизни лучше не одену эти туфли но знаете со временем привыкаешь впервые увидев эти туфли я просто в них влюбилась мне настолько они понравились что я решила сразу что они будут моими они идеально дополняли мой образ так как платье у меня довольно таки простое без всяких излишеств а туфли как видите покрыты стразами это все конечно красиво но есть одно но и так ребят казус номер один который мне просто поверг в шок вот таким вот боковой такой вот съемкой будет сразу понятно в чем дело туфля просто мы вот таким вот образом отклеилась это безумно обидно потому что я их еще вообще никуда не одевала то есть пару раз примеряла с платьем на примерке два раза одевала и где-то раза три дома то есть показывала родственникам платье и так далее это безумно обидно потому что они не дешевые далеко не дешевые итальянская якобы фирма ну не якобы вообще то есть при покупке нам сказали что не итальянские и ну вот такое меня очень сильно огорчает нам предлагали вернуть деньги кстати вот на этой туфли тоже небольшое такое вот скажем от отслоение идет и видите камушки кажется упали потому что здесь они прям до упора в общем купить такие туфли со стразами было большом и ошибкой потому что они в любом случае выпадают но при покупке опять таки гарантировали мне что камни никак не могут выпасть что все будет классно что все будет офигенно но к сожалению вот происходят такие не очень приятные вещи итак нам предлагали вернуть деньги и то есть при возможности купить туфли там или же где-то еще в другом месте но знаете когда в голове уже у тебя есть полноценная картина того как ты будешь выглядеть на своем выпускном вечере не особо хочется и что-то в этом менять но как-то разочарование какое-то происходит на самом деле и в других туфлях я себя уже к сожалению не вижу вот поэтому с вероятнее всего это отдастся в ремонт я надеюсь что заклеится так что больше никогда не отклеится потому что туфли мне очень сильно нравится они блестящие и дополняет именно мой образ тем что помимо туфли мне блестящего больше вообще ничего нет фирма кстати называется вот так вот басконе ну в общем да немножко расстроена но я надеюсь что это все исправимо-поправимо и вот как-нибудь то вот это вот сделают не как-нибудь а в любом случае заделать этим я уже буду заниматься после сдачи последнего своего экзамена вот а так видите они очень красиво переливаются при вспышке и так как у меня платье не особо скажем так с какими-то перьями так далее тофто и чем-то еще то они идеально как бы как аксессуар очень классно дополняет платье вот прическа макияж тоже просто вообще не задумываясь я знала где и как я буду делать записалась я еще за два месяца по моему до в апреле месяце я уже записалась на прическу и на макияж я очень сильно переживала потому что мы точно не знали вообще будет у нас выпускной или нет потому что ситуация стране опять-таки была не очень хорошая с коронавирусом и так далее и вообще планировали выпускной отменить вот но слава богу не отменили все очень так красиво вообще у нас мне кажется получился красивый выпуск ну ладно не суть вот и собственно говоря я знала кому я хочу я сразу моментально сказала так вот так вот так вот так я выбираю этого визажиста по поехали к ней на макияж прическу буквально тоже все обговорили до мелочей и мне кажется тоже получилось очень классно и так в общем то я проснулась вообще была сегодня ужасная ночь я не могла уснуть и вообще не выспалась не спала фактически вот но ничего страшного надеюсь что все будет хорошо и я выдержу до утра и встречу рассвет с ребятами короче я помыла голову все ничего не наносила ни макияж ни крем ничего абсолютно ничего нет на моем лице сегодня будет макияж и прическа вот 10 часов я сейчас пойду завтракать в 11 мы поедем ну что ребят пойдем краситься ай эм готов ребят вот так вот я выгляжу конечно моя нависшая века ну ладно короче мне безумно нравится как это выглядит прям супер красиво прическа тоже офигенская офигенная вот не знаю как они хорошо продержатся не продержатся надеюсь что продержатся вот у меня волосы в принципе очень плохо держат локона но надеюсь что все будет чики-пуки машина чуть не короче такие дела мне очень нравится нарученные реснички но они не нарученные искусственные просто приклеенные вот а так мне очень нравится макияж посмотрите как красивая стрелка просто шикарная брови тоже форма офигительная короче я после выпускного выщипаю нафиг себе брови я почему-то не хотела их выщипывать но я их выщипаю и сделаю вот такую форму потому что очень красиво губки тоже правда они у меня как всегда сухие треснуши вот короче сейчас я жду своего брата он остановился ой мамочки он остановился что-нибудь что-нибудь покушать ну попить покушать навряд ли вот и уже поедем домой время 3 часа у нас в 4 4 уже начало 4.30 вот кстати я уже забрала свои туфли что я же вам рассказывала что они отклеились но об этом вы узнаете в видео но вроде приклеили нормально главное чтобы не красивенько да вроде приклеили так что у меня тут как у золушки а платье как у авроры так что такие вот дела навели марафет он идет купил мне фрукты ура живем-живем было все настолько волшебно настолько здоровски настолько красиво что я не ожидала что будет настолько тепло ярко в общем я безумно счастлива на самом деле что я пошла в школу в 6 лет что я попала в этот класс что все так здоровски сложилось и у нас получилась такая маленькая дружная веселая семья которая для меня очень важна и я хочу чтобы все ребята с нашего выпуска были безумно счастливыми чтобы мы обязательно поступили в те вузы о которых мы мечтаем все у нас жизнь сложилось и мы были самыми офигенными самыми крутыми общем что все самое лучшее было именно нашей жизни я просто счастлива и я не знаю как описать свои чувства все было реально настолько искренне настолько офигенно красиво что по-другому представить невозможно вот на сегодня это все вот такого получилось видео его к сожалению не будет но хотя бы из таких маленьких мини кусочков что-то дособерем надеюсь что это видео вам понравится девочки которые и мальчики заканчивают следующем году школу я хочу вам пожелать в первую очередь спокойствия никогда никогда ни при каких обстоятельствах не думайте что какие-то экзамены могут быть дороже вашего здоровья я серьезно говорю это очень искренне что вот ни один экзамен не стоил того не стоил моих вообще в принципе нервов которые были потрачены за этот год этих переживаний этих слез вообще ничего не стоило все будет так как должно быть не важно что вы знаете не знаете на экзаменах самое главное сохраняя спокойствие и чтобы всегда удача была на вашей стороне я хочу вам пожелать чтобы вы уверенно шли к своим целям у меня огромное количество точнее не огромное количество но да у меня есть подружки которые тоже заканчивают школу в этом году нет в следующем получается да в следующем году и я тоже безумно так за них волнуюсь хочу побывать на их выпускном не знаю удастся или нет но надеюсь что все будет так что да с вами была я джама надеюсь что видео получилось классным здоровским простите меня за то что видео уже очень давно не было моя вина вот я обещаю что буду снимать ролики о поступлении то как это будет происходить так далее всех подробностях возможно о егэ так что следите за моими за моим каналом обязательно ставьте колокольчик и подписывайтесь на канал всем а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok